У нас всегда есть желание выигрывать матчи, конечно. Следующий вопрос, пожалуйста. Александр, ВТР. Дискарас, почему сегодня был успех при большинстве? В смысле? Что, забили? Да, почему именно забили шайбы? Почему забили шайбы? Еще раз не слышу. Привет, Спартак неожиданно для себя обыграл в Челябинский трактор 6-2. Напомним, что красно-белые до сих пор не решили задачу попадания в плей-офф. Но зато накануне они сильно расстроили Витязь. Вчера целый день обсуждали, что же делать с молодежной сборной России, которая не сумела завоевать медали на последнем чемпионате мира. Выступили даже те, кому голос нельзя давать. Так что мы узнали о наших игроках, нашей команде за последний день? Президент ФХР Владислав Третьяк дал понять, что во всем виноват тренер по физической подготовке. И с ним будут разбираться уже 8 января, когда федерации начнут подводить итоги турнира. Быстро нашли виновного. Думаю, что Филипп Арзамазов и пострадает. А то, что у нас в штабе 4 руководящие должности, никого не волнует. Хотя в пузыре наверняка не особо нужны ни координатор штаба, ни спортивный директор. По-прежнему никак не могут определиться по тренеру. Особенно неловко тем, кто хвалил Лорионова за победу на Кубке Карьела. А теперь приходится давать другие оценки. В надежде, что о прошлых словах забудут. Понятно, что достается хоккеистам. А скауты НХЛ даже составили свой рейтинг разочарований. Из наших там Мухаммадуллин, Аскаров и Подкулзин. Опять поднимается тема про отсутствие коробок, коррупцию в детском спорте и прочие общие моменты, о которых говорят каждый год, но никто ничего не делает. И конечно, надо поговорить о финском болельщике, который поднял оскорбительный плакат. Плюнул ли он в лицо нам или нет, общество разделилось. Смешно все это. Наша команда выступила неудачно, но многих ребят в сборной уже не будет. И сейчас надо сосредоточиться на том, чтобы определить групп кандидатов на следующий турнир и вести их. Больше ничего не требуется. Матвей Мечков из К1946 забросил 22 шайбу в сезоне. Правда, к этому времени вратарь Крыльев Советов находился уже на скамейке, но это ничего не меняет. Артемий Панарин из Рейнджерс и Никита Задоров из Чикаго пропустили вчерашние тренировки своих команд. О причинах ничего не сообщается. Илья Любушкин не может вылететь в Америку, чтобы принять участие в лагере Аризоны. У защитника возникли сложности с получением визы, но вообще тут есть вина и клуба, так как необходимые бумаги можно было прислать еще осенью. Пока неизвестно, когда хоккеист сумеет вылететь в США. В худшем случае после 20 января, когда сезон уже начнется. В Торонто прошла двусторонняя встреча, в которой победила команда Голубых 6-0. Наши игроки не отличились, но две шайбы на счету Спеца и Симонса, которые играли с Барабановым. Александр сообщил местным журналистам, что побывал на Ниагарском водопаде в одном из замков и ему все понравилось. Состоялся двусторонний матч в Коламбусе и он, наверное, довел до истерики Джона Тартареллу. Команды забросили 15 шайб. Григоренко выступал в тройке с Коеву, а Гавриков начинал с Саваром. Бывший форвар ЦСКА забросил одну из шайб, но составы там постоянно менялись. И еще отметим, что в Вашингтоне Александр Обечкин проводит тренировки в звене с Евгением Кузнецовым и Уилсоном. Дмитрий Орлов в первой паре с Карлсоном, а Илья Самсонов основной вратарь. В отличие от Шестеркина, там нет никакой двусмысленности. Хенрика нету, к сожалению. Желаю ему скорейшего выздоровления. Надеюсь, все будет хорошо и он сможет вернуться на лед и радует нас своей игрой. Давление такого особого не чувствую. Я не считаю себя еще первым вратарем. Нужно много работать, доказывать. Мы в целом два равных вратаря, которые будут помогать команде и стараться изо всех сил прогрессировать как можно больше. Антон Худобин уже в Далласе и готов приступить к работе. У него тоже были проблемы с визой. Ровно через неделю стартует чемпионат НХЛ. В первом матче Филадельфия примет Питсбург в час тридцать по московскому времени. За флайерс пока не играет Егор Замула. Кто же это смотреть-то будет? И последнее, пятый матч подряд. На лед выходит ветеран Динамо Александр Еременко. Владимир Крикунов что-то напутал с голкиперами и сейчас нагружает ветерана. Хотя ему нужны силы для Марта. Впрочем, кто удивлен, что главный тренер Белоголубых так ошибается? До свидания. Ребята, ну я не могу сказать топ-6, топ-топ, топ-топ-топ. Продолжение следует...